Сейчас во всем мире начато профилактировать туберкулез. В связи с этим ведется работа в рамках проекта «ЮСАИД. Вылечим туберкулез». Предпринимаются усилия по быстрому и эффективному выявлению заболеваний. Проводится информирование населения. В 2001 году, если заболеваемости было 168 случаев на 100 тысяч населения, а смерть составила 27 случаев на 100 тысяч населения. Вот этот анализ мы начали проводить, начиная с 2015 года. По сравнению с данными 2001 года, в стране оказалось, три раза снизилось и заболеваемость, и смертность, а количество коек осталось без изменений. Чуйский областной противотуберкулезный диспансер проводит акцию и оказывает гражданам бесплатные исследования, рентген и другие услуги. По причине того, что многие граждане, выявившие болезнь, скрывают и ставят под угрозу не только собственную жизнь, но и жизнь близких. Вы знаете, у нас в Чуйской области внутренняя миграция очень важную роль играет. Все семи областей у нас в городе Пешкеке и в Чуйской области находятся все. Потому что работы, заработки в некоторых некоторых областях нет. Сами знаете, завод фабрики и другие возможности нет заработать. Даже элементарно строительные, да, все они здесь находятся. Поэтому многие здесь у нас в Чуйской области регистрируются. И мы стараемся их вовремя выявлять. Потому что, как говорится, в первую очередь это профилактика. Чем потом последствиями бороться, да. Мы стараемся сразу, наши первичка, все вот районы, которые находятся. Восемь районов у нас, да. Специалисты напоминают, если сопутствует кашель, более двух недель, лихорадка, снижение аппетита, слабость, похудание свидетельствуют о туберкулезе. При передаче болезни симптомы схожи с гриппом. Поэтому необходимо незамедлительно обратиться к семейному врачу, не откладывая надолго. Стараемся, чтобы они на местах всей проблемы решили. У нас амбулаторное лечение с 2016 года, полное амбулаторное лечение. Поэтому у нас, наши больные сейчас раньше, как сразу, например, госпитализировали стационары, а сейчас мы их лечим на дому. Если по каким-то причинам шестимесячный курс лечения прервать, то заболевание перейдет во вторую стадию. В этом случае лечение длится два года. Если во второй стадии нет адекватного лечения, то третья стадия – тяжелая форма, которая может привести к летальному исходу. Появляются микобактерии туберкулеза, значит, это является открытым формой туберкулеза. Открытая форма заражает окружающую среду, окружающих людей. Поэтому для профилактики, чтобы туберкулезом не заразились родные, близкие, надо, во-первых, носить маску, не плеваться, где не положено. Надо носить плевательницу. Наши больные всегда носят с собой в кармане плевательницы. Если они выходят на улицу и захотели плеваться, или у них мокрота выходит, значит, они в плевательницу плюются. С каждым годом увеличивается число людей, инфицированных туберкулезом. Например, в 2020-2021 годах по стране было 3000 инфицированных больных, тогда как в прошлом году было зарегистрировано более 4000 случаев. Врачи связывают это с увеличением заболевания COVID-19. Причина в том, что в эти периоды все больницы были заражены коронавирусной болезнью, а другим заболеваниям не уделялось должного внимания.